Приветствую вас в четвертой части и сейчас я вам хочу показать, как нам делать хвостик, чтобы он был красивый и более, так сказать, подобный под мультяшеский. Мы с вами связали две одинаковые детали, но так как у нас они, скажем так, идентичные и та с лицевой стороны, я вам хочу показать, как нам, скажем так, их красиво расположить. Так как в мультике красная сторона с правой стороны, то есть подбитое крыло, я вам предлагаю с правой стороны, так сказать, у меня, когда я вязала, ниточку я не сильно коротко обрезала и я вам предлагаю сейчас вот эту сторону, так сказать, вот она у вас, если так, вот вы заканчивали вязать с этой стороны, разверните ее другой стороной и обвяжите. Если же у вас ниточка оторвана, ничего страшного, можете присоединить заново, в принципе, эта роли сильно большой не сыграет и я вам предлагаю вот эту сторону, там где у вас окончание, так сказать, было. Провязать столбиками без накида, буквально, вот я сейчас буду вязать и считать, сколько вам связать, 3-4 столбика, 5, а теперь, вот 5 столбиков достаточно, я думаю, будет, а теперь провяжите, ну, допустим, соединительный столбик в следующую петлю и наберите 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и в соседнюю петельку вот так вот сделайте соединительным столбиком и довяжите, дообвязывайте 1, 2 петельки, делайте воздушную петлю и затягивайте, то есть эту ниточку вам нужно будет хорошенько обрезать, то есть как спрятать, обрезать, в общем, я сейчас буду делать и по ходу вам рассказывать, показывать, я еще как бы сама вот смотрю, чтобы оно было красивее. Вот эту ниточку, да, вам нужно будет спрятать, вот эту, а у нас получилось крылышко, как вы помните, вот это подбитое, она наша, вот эту ниточку я не буду обрезать, она у меня будет, так сказать, для пришивания, вот она как раз здесь такой приличной длины, мне достаточно будет с этой стороны, я буду вот так вот пришивать. Крылышко, почему я вам предложила сделать буквально несколько воздушных петелек и соединительные столбики, у нас оно отличается от, так сказать, от натурального, тот, который, в общем, то крыло, которое на драконе, оно как бы такое гладенькое, красивенькое, то, которое ему сделали в мультике, оно такое немножечко как бы покореженное из шифера или что-то такого, или пластика, в общем, честно говоря, я не помню. В общем, мы сделали этот, типа такого вот покореженного. Если хотите, можете вышить, допустим, здесь вот орнамент, тот, который там череп был, в общем, такой с костью в голове, в общем, хотите, вышивайте, хотите, нет, хотите, что-то беленькое, здесь типа буквы А, вот там что-то вот такого рода было, вышите, нет, значит, нет. И насчет черненького, черненькое мы с вами закончили провязывать последний ряд, я вам предложила сделать две воздушные петли и затянуть, но, в принципе, здесь я вам предложу, хотите, довяжите, дообвязывайте, так сказать, столбиками без накида до конца, ну, то есть, до вот этого нижнего максимально, до нижнего, так сказать, вот, если у вас не хватает ниточки, вот я с вами вместе обрезала, то ничего страшного, я думаю, что здесь не так это столь принципиально, просто я так посмотрела, честно говоря, оно не очень красиво смотрелось, когда закончено вот здесь было, то есть, если у вас есть возможность, пожалуйста, до, так сказать, довяжите, у меня вот остался совсем здесь крохотный кусочек, но я его постараюсь закрепить, чтобы у меня ничего не распустилось и было все красивенько, вот, а вам, если вы отрезали более, так сказать, больше кусочек, то, я думаю, не составит проблем здесь вот это вот довязать, а вот это уже ниточка здесь будете присоединять, либо, если у вас здесь длиннее кончик начала, будете ей пришивать, вот, как я красное оставила, в общем, итак, хвостик наш готов, если вы хотите, можете вышить на красном хвостике что-то, на красной части, нет, значит, нет, у нас получилась черненькая, такая более, скажем так, идеальная часть хвоста, и красная, та, которая у нас по мультику, так сказать, переделанная, в общем, шиферная или какая она там, пластиковая, в общем, она такая более, скажем так, искаженная по виду, так, в принципе, было и задумано, если хотите, делайте две обычные черненькие, не забудьте обвязать другую сторону, чтобы оно смотрелось, так сказать, идентично, красивенько, одинаково, либо делайте две разные, как я, то есть, мы вязали по одному макету, немножечко исправили, переделали, что касается хвоста, я думаю, вам будет все понятно, и мы переходим к обработке крылышек, у нас, как вы помните, было три треугольничка, я вам советую заправить кончики, но каким образом, смотрите, у вас есть изнаночная сторона, есть лицевая сторона, вы, если визуально посмотрите, то у вас лицевая сторона более такие ровные, красивые столбики, здесь изнаночная сторона у вас приглушенная, то есть, как бы такая придавленная, вот лицевой стороной к себе поверну, прячете кончики, у вас с этой стороны был кончик, и весь с этой стороны кончик вот то что в правом нижнем углу вы прячете в эту стеночку то что по серединке прячете эту ну либо вот сюда тоже то есть какой-то принципе стеночек я думаю что здесь сильно говорится не так сказать не сильно важно главное чтобы вы не прятали кончики вот в эту часть она у нас будет такая как сказать не обрабатываться она не будет вот смотрите вот эти то эти стороны будут у нас сшиваться и эта сторона также у нас будет потом обработана столбиком в общем прячете кончики затем берем крючок и берем ниточку присоединяем находите лицевые стороны ваших крылышек треугольничков то есть не приглушенные а те которые красивые стороны прилаживаете к друг дружку вот так вот ромбики то есть лицевая с этой стороны и с этой как бы вверх у вас швы вашим получается присоединяете ниточку вот так вот вдеваете самый нижний угол правой одной стороны в самый нижний левый угол другой стороны продеваете сквозь две стеночки у вас остается такой небольшой кончик для заправочки то есть оставьте его сделайте вот так вот закрепление просто как бы воздушную петелечку и начиная вот здесь вот снизу то в одну то в другую сторону вдеваете вот этот крючок продеваете и вяжем столбики без накида то есть как бы за две стеночки провязываем столбики максимально ближе к так сказать по крайне треугольничков на расстоянии где-то приблизительно также столбиков если бы вязали вы по петелькам просто так втыкаете там в рядах между рядочков то есть не обязательно там считать количество просто главное чтобы все это было ровненько красивенько гладенько провязывайте за обе стеночки и обращайте внимание чтобы вы захватывали именно две стеночки бывает такое что провязываете а у вас одна стеночка задняя ушла как говорится погулять в лес в общем следите за тем чтобы у вас прошивались две стороны так вот аккуратненько чтобы у вас совпали треугольнички и сверху и снизу максимально от того как вы сошьете вот эти треугольнички будет зависеть красота крылышек дракончиком в общем дошили до верха делаем две воздушные петельки и обрезаем нашу ниточку затягиваете верхнюю часть хорошо наши воздушные петельки вот здесь вот стягивать я оборвала стягиваете и прячете вот этот вот кончик точно так же и здесь выворачиваете на так сказать внутреннюю сторону вдеваете у вас с лицевой стороны получился красивый такой шовчик и столбиков без накида а с изнаночной стороны прячете вот этот вот остаточек кончик так сказать пришивание в общем его нужно спрятать и закрепить теперь берем точно также второй кусочек нашего крылышка треугольничек тоже поворачиваете лицевой стороной к себе вот так вот вот сложив точно также лицевыми сторонами вот так сказать на внешнюю сторону и таким же образом прикрепляете ниточку и прошиваете столбиками без накида я думаю что здесь все в принципе понятно вот вы шили две части у вас получилась вот такая вот бабочка теперь на изнаночную сторону вытаскиваете ваше начало здесь закрепляете красивенько и с лицевой стороны вам осталось закрепить лишь вот эти вот ниточки которые у вас в конце то есть опять же крепите как бы прячете красивенько вот здесь только по верху верхнюю ниточку прячете только по верху где-то между вязанием вот здесь вот самого-самого верха не так сказать не где-то в косичках как обычно я советую вязание а именно по верху потому что сверху у нас еще будет обрабатываться вот этот самый верхний краешек поэтому прячете вот эти ниточки сверху те которые снизу прячете с внутренней стороны обязательно все чтобы у вас было максимально ровненько и красивенько мы сейчас соберем все детальки и приготовимся так сказать сшивание после того как мы связали все детальки мы приступаем непосредственно к самой сборке то есть пришивание деталей друг другу начала я сборку с головы я пришила к ней ушки и сейчас будут пришивать наши плавники горбики вот эти вот рожки и так далее в общем ушки я расположила немножечко подальше друг от дружки чтобы они были как бы не как козочка а такие более как дракончик вот я пришила рожки и вот эти вот горбики дракончика и приступаю к сшиванию туловище с головой вот как вы видите я уже пришила глазки вышила вот здесь что я вам говорила в начале когда мы делали глазки я вам показывала вышить треугольничек здесь вот заостренность вот а наш заостренность здесь у нас столбики с одним накидом а здесь столбики без накида были с прибавками вот треугольнички этим просто до вышиваете то есть вот таким вот образом и так я пришила голову к туловищу пришила глазки и здесь я уже успела пришить наши так сказать плавнички в начале хвостика и плавнички которые у нас на хвостике то есть вот я вышила на красную часть как я вам говорила так сказать вот этот череп в общем он у меня получился довольно таки неплохой я считаю в общем плавнички пришиты голова к туловищу пришита и сейчас я вам покажу как я буду делать крылышки то есть очень важная деталька так скажем в пришивании крылышек это проволочка я вам говорила вначале что нам понадобится кусочек проволочки не слишком толстой но какой длины я вам не сказала длину вам нужно будет так сказать самим рассчитать почему я говорю самим потому что у вас вот это вот крылышко так сказать и она можете померить какой длины но берете не впритык так сказать к этому крылышку длину а немножечко длине для того чтобы сделать такой так сказать завороте и в общем ну чтобы у вас проволочка не ерзалась нужно будет ее закрепить на крылышке и затем прибавляете где-то сантиметра полтора вам нужно будет вот так ее загнуть эту проволочку я сейчас вам расскажу для каких целей то есть вы просто берете проволочку и сжимаете вот так вот с обеих сторон от нее такой вот небольшой кусочек расстояния где-то приблизительно сантиметр вот здесь у меня между с изгибами и с другой стороны точно такой же кусочек проволочки берете я еще раз повторюсь я не знаю какой она длины честно говоря не задавалась этим вопросом вы просто потом посмотрите по своим крылышком то есть у вас должна быть длина где-то как два крылышка плюс сантиметра полтора посерединке и плюс где-то здесь сантиметр полтора для крепежа я отрезала немножечко больше кусочек чтобы мне просто было удобно теперь после того как вы загнули вот так вот проволочку вы берете один кончик и где-то вот здесь вот сверху ровно ровно посерединке берете четыре столбика без накида за расстояние вот так вот вот еще раз я вам покажу вот здесь где-то я беру и вот так вот про продеваете проволочку вот этот изгибик также туда продеваете один и второй и у вас благодаря вот этим вот изгибикам будет держаться так сказать крылышки не слетать не переживайте если наполнитель тоже захватите это не столь так важно и нам нужно будет вот эти крылышки для чего мы сделали изгибы для того чтобы пришить так сказать вот эту проволочку намёточными швами к самому вот основанию спинку то есть вы сейчас берете ниточку черного цвета можете взять ниточку для вязания черную которой вязали можете допустим разделить ее чтобы она не была такая тугая и толстая можете разделить ее на несколько частей если здесь наполнитель у вас вылазит вы его крючочком подправьте обратно и вам нужно будет такими намёточными швами иголочкой наметать с одной стороны там где у вас изгиб был и с другой стороны то чтобы у вас вот эта проволочка не так сказать и была закреплена не высовывалась ни в одну не во вторую сторону и при этом чтобы она не сильно такая была подвижна она у вас так сказать закрепится вот в двух местах вы сошьете намёточными швами и закрепите затем я вам покажу как мы будем присоединять крылышки после того как вы закрепили крылышко вот она у вас ни в одну сторону не движется сильно как бы она так не перехиляются вот можете не только вот здесь вот наметать а я еще на металла даже между столбиками нашей нашего вязания то есть нескольких местах и после того как вот вы на ну так сказать на металле закрепили я уже одно крылышко сделала как вы видите вот она достает у меня честно говоря камера на черный цвет реагирует плохо возможно вам плоховато будет видно уж извините за качество но вот я крылышко одно уже прицепила то есть вот она получается вот таким видом потом я ему придам форму когда закреплю второе и как вы видите вот здесь вот я спрятала кончик проволочки с этой стороны я еще не дошила то есть вот я закрепила крылышко но еще так сказать его не пришила к спинке сейчас я вам покажу как я буду делать второе аналогично вы сделаете точно также и первое то есть у вас это будет первое второе вы сделаете точно так берете крылышко вашим лицевой стороной к себе и так сказать меряете проволочку какую вам нужно длину то есть растягиваете крылышко хорошо от спинки до верха то есть учитывайте что крылышко здесь с загибом так сказать то вы немножечко загните проволочку вашу и отмерите какой кусочек вам нужен после того как вы отмерили отрежьте но так чтобы у вас остался буквально тут миллиметров 7 кусочек лишний так сказать и вы его загинаете то есть вот смотрите я плоскогубцами его зажала то есть как бы чтобы у вас не грубый кончик был отрезанный а вот еще 7 миллиметров загните точно также сделайте со второй стороной то есть у вас они должны быть одинаковы абсолютно после того как вы зажмете здесь кончик мы вот этот получается кончик крылышка левый одеваем последнюю крайнюю крайнюю петельку вот нашего так сказать нашей косички вот здесь вот и так сказать вот я делаю параллельно вам показываю вот оденьте этот краешек где у вас был загиб проволочки и поворачиваете вот так вот к себе то есть для чего мы сделали для того чтобы вот этот краешек у нас был зафиксирован и после этого разворачиваете можете еще его хорошенько зажать вот я его еще хорошо подложим чтобы он у меня не распустился так сказать не разогнулся по ходу работы теперь берем ниточку черного цвета основную которые мы вязали и берем отсюда вот начиная со спинки а там вы будете начинать с в общем короче с правой стороны справа налево и там и там будете начинать но отступите где-то сантиметров 10 для того чтобы потом пришить к спинке и вам нужно сейчас крючком тоже найти самую крайнюю петельку только с этой стороны то есть в косичку вдеть крючок затем захватываете ниточку и закрепляете ее то есть таким воздушной петелькой можете таким обычным способом и теперь смотрите вам нужно вот эту вот крайнюю сторону обвязать столбиками без накида но при этом проволочка у вас будет лежать между столбиками то есть вы захватываете так сказать с одной стороны крылышко положите я вот сейчас не знаю как честно говоря этот момент объяснить положите проволочку на крылышко и получается вы вводите крючок в крылышко но выводите его вот вот под вашей проволокой затем захватываете ниточку у вас получилось между основной ниткой рабочей и между крючком вот она проволочку делаете столбик без накида довязываете и снова вводите крючок крылышко но под под проволоку снова захватываете ниточку рабочей в общем как бы обвязываете крылышко но при этом у вас по серединке вязание по серединке столбиков должна находиться проволока то есть получается обвязываете столбиками так вот как бы сказать нередко а поближе к друг другу столбики располагаете вводите крючок не так далеко от друг от дружки то есть от предыдущей петельки вводите допустим сантиметре у вас должно быть где-то 3 приблизительно 3 столбика без накида то есть часто вводите и вот так вот обвязываете столбиками полностью все крылышко но посерединке у вас должна быть обязательно проволочка то есть вы как бы ее прикрепляете крылышку вот так вот обвязываете обвязываете до самого-самого конца до того момента где мы с вами соединяли вот здесь вот кончик то есть если вы немножечко обязали можете под натянуть до конца крылышко вот сюда до спинки подтянуть и продолжить вот здесь вот с этой стороны мы с вами прятали ниточки остатки кончики вязание вот вы их как раз сейчас в столбики и за не так сказать завяжите сюда вот так вот продолжаете продолжаете плотненько 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 обвязывать подойдя к вот этому так сказать серединке крылышко месту прям здесь частенько частенько так вот сделайте столбики прям так между крылышками между вот этими вот между вот этими вот рядами столбиков то есть так прям часто часто сделайте красивенько чтобы у вас все прикрепить и как вы видите ниточка у вас остается между проволочкой вот вы продолжаете обвязывать вас все здесь красивенько ровненько я вам сейчас не буду показывать до конца вы я думаю здесь довяжите сами но вот смотрите у вас проволочка получается в столбиках видите как с этой стороны так и с другой стороны и вы так и красивенько красивенько обвязывайте проволоку гнете так чтобы вам было удобно обвязывать и частенько так вот до обвязывайте самые крайние так сказать петелечки вводите крючок обвязывайте между рядами в рядах то есть где в принципе у вас получается воткнуть крючок продолжаете до конца до обвязав до самого конца вот как вы видите я даже завязала кончик проволочки делаете воздушную петельку и обрезаете ниточку но не слишком коротко то есть где-то сантиметров 12 не до конца обрежьте теперь затягивайте вот этот краешек воздушную петельку нашу затяните вот так хорошо и вставляете кончик ниточки в иголочку для того чтобы нам сейчас красиво обработать вот этот краешек у вас то проволочка кусочек в конце которую мы с вами так сказать до обвязывали сейчас она будет высмыкиваться то есть как вы видите вот она с одной и с другой стороны и вам нужно ее красивенько сейчас россии как расселенько до обшивать то есть берете ниточку иголочку и вот такими вот стежками прячете ее то есть вот так вот близенько-близенько друг другу располагаете стежки поправляете если вдруг у вас где-то там он в общем не в ту сторону пошел и хорошо до так сказать до обметывайте с одной стороны вот я как вы видите в крайние петельки ввожу иголочку и вытаскиваю соседнем году то есть вот по над по над нашим вязание а теперь возьмите на изнаночную сторону вот так вот вытащите ниточку и с этой стороны точно так же возьмите до обметывайте то есть не обметывайте вот так вот сквозь такими стежками большими а с одной стороны так аккуратненько друг другу плотненько так обвяжите и с другой стороны получится довольно таки аккуратно и проволочки у вас будет не видно она не будет у вас ерзаться высовываться благодаря тому что мы ее так красиво загнули если она у вас желательно брать плотненькую так сказать проволочку чтобы она у вас была ну как бы гибкая но чтобы держала форму и не очень быстро ломалась то есть если вы ее вот так вот с помощью двух-трех раз переломите то такую проволочку честно говоря брать лучше минус не стоит потому что даже для ребенка это небезопасно возьмите более такую плотную хорошую проволоку пусть она будет немножечко потолще чем хотелось бы но зато она будет безопаснее и вот проденьте сквозь вот так вот столбики наши нашу ниточку чтобы спрятать сделали стежки как вы видите мы спрятали кончик с одной и с другой стороны он смотрится у нас довольно таки аккуратно второе крылышко сделайте точно так же довяжите до конца здесь оставляете ниточку а здесь в конце у вас ниточкой вы прячете кончик а с этой стороны тоже когда будете начинать оставьте хотя бы вот такой вот кусочек ниточки чтобы вам хорошо было удобно здесь наметать здесь точно также спрячете вот они наши краешки обработаны и нам осталось деть снова ниточки в иголочки и зашить здесь вот с другой стороны то есть как вы видите у нас здесь тоже ерзаются крылышки нам их нужно пришить спинки с лицевой стороны то есть со стороны спинки и так сказать с внутренней стороны закрепить чтобы у вас здесь ничего не ерзалась после того как мы закрепили крылышки берем крылышко и сгибаем пополам одно и второе ровно в том месте где у вас соприкосновение идет так сказать треугольничков и раз получается расправляете красивенько крылышки поправляете голову все чтобы у вас было на месте немножечко можно даже выгнуть и ваши крылышки готовы затем пришиваете передние лапки и задние лапки но когда пришиваете смотрите я вам решила показать на одной лапке как правильно пришить так чтобы он потом стоял если вы просто пришьете он такой будет раскоряченный и стоячий смотрите после того как вы пришьете по кругу лапку важно заднюю переднюю возьмите вот так вот в день тем вы проденьте на серединку лапки так сказать ниточку с иголочкой и через ряд так приблизительно запомните куда вы продели ниточку так и делаете и вот ну так и первую и вторую сделает в общем и через ряд получается вот так вот через столбик снова вытащите и проденьте вот так вот и затем в этот же ряд рядышком вот вы вытащили ниточку снова в этот же ряд всовываете и через ряд высовываете ниточку то есть как бы таким образом вы зацепили ряд и снова через ряд проденьте вниз сейчас я вам скажу почему мы так сделали для того чтобы захватить ниточку и вот так вот согнуть лапку то есть мы с вами вот здесь вот через ряд вытаскивали продевали и снова вытаскивали продевали то есть сейчас она у нас загнутая так нам нужно сделать каждую лапку то есть вы передние загинаете в серединку вот так вот и задние загинаете также в серединку пришиваете и таким образом он у вас будет не раскоряченный а стоячий то есть он будет у вас стоять после того как мы пришили лапки хотите можете сделать такие вот стежки на лапках там где у вас была провязан был ряд за заднюю стеночку то есть вот здесь вы можете сделать три таких небольших стежка сиреневых или темно-фиолетовых каких-нибудь типа вот коготки вот что-то такого вот образца и выравниваете полностью ложите так сказать вашу игрушку на стол или ставите проще говоря и начинаете выравнивать то есть убираете погрешности те которые были у вас ну к примеру там вылез ваш наполнитель где-то или там где-то петелечка у вас не спрятана или еще что-то такого типа и отгинаете голову хорошо назад прям так хорошо хорошо вот эти вот ушки и рожки разные вот эти вот так сказать вязаные детальки на голове оттопыриваете полностью назад то есть придаете им форму и хорошо хорошо загинаете назад потому что если у вас получится вот так у вас получается козленочек вам не нужен козленочек вам нужен дракончик он у вас злой обиженный вот так вот оттопыренный как кошка знаете когда чувствует опасность или возмущается вот она оттопыривает все это назад вот точно также вам нужно сделать крылышки вы загинаете еще раз повторюсь я вам показывала уже посерединке и можете вот так вот немножечко как бы назад выравниваете все это красивенько делаете то есть как хотите хотите растопырьте крылышки хотите наоборот соберите здесь у вас плавнички тоже нужно все выровнять красивенько все у вас должно быть так сказать на высшем уровне у меня честно говоря вот здесь вот наполнитель немножечко светится но в принципе в жизни его ну я не вижу честно говоря вот я по камере только вижу на будущее вам для того чтобы у вас вот это не светилось если у вас светится в жизни такое ну то есть видно это невооруженным так сказать глазом то вам нужно брать крючок немножечко тоньше чем ваша пряжа то есть чтобы не видно было наполнитель либо вы чересчур наполнили так сказать эту деталь но у меня вот я смотрю глазами не видно это видимо через небольшие отверстия лампа просвечиваю в общем у нас получился вот такой замечательный дракончик вам я советую все таки здесь сделать несколько стежков ноготки и обязательно здесь сделайте два стежочка можете таким же цветом как глазки можете сиреневым в общем как посчитаете нужным наверно скорее сиреневым если вы будете делать на лапках сиреневый или там фиолетовый то и таким же сделайте ему носик то есть посмотрите на картинку и здесь вот буквально два стежочка носик делайте ваша игрушка готова я надеюсь что вам мой видео урок понравился был понятен ставьте лайки подписывайтесь на мой канал обязательно задавайте вопросы кому что осталось непонятным ровных петель и к вам пока пока